на это место. Сегодня желание моего сердца поделиться темой, которую я лично не слышал с этого места. И вообще я не слышал эту тему от проповедников. Возможно, потому что она не очень удобная тема, чтобы говорить. Возможно, по разным другим причинам. Но вот Бог положил на мое сердце для того, чтобы поделиться именно этой темой сегодня. И начну я сегодня с той истории, которую я уже начал говорить сегодня утром. Есть очень много историй, которые весьма поучительные, которые мы можем взять очень много в нашей жизни и которые могут научить нас в этой жизни. Итак, был человек, который был состоятельный человек, богатый человек. Давайте представим, что он жил не сегодня в наше время, когда есть банковские переводы, когда есть cash-up, когда есть transfers, когда есть другие способы, чтобы перевести свои деньги. Он жил далеко, давно. Может быть, не так и давно, всего лишь 40 или 50 лет назад. И вот когда он жил в том или ином месте, ему пришлось переехать. Он должен был переехать из одного места в другое место. И для того, чтобы переехать, ему пришлось продать все, что он имеет. Он продал свой дом, продал свое имение, продал свое поле. И перевел это в золотые монеты. К сожалению, он не смог забрать свои золотые монеты вместе с собою, потому что нельзя было их туда перевезти. У него был замечательный друг, который был его друг детства. Этот человек был очень справедливый, очень честный, никогда не обманывал. И он был очень бедный. И вот он подходит к нему и говорит, слушай, я обязан уехать отсюда, я продал свой дом. И вот то, что у меня осталось, я перевел в эти золотые монеты. Можешь ли ты, пожалуйста, сохранить их? И в дальнейшем, когда мне нужно будет, я приду и возьму это у тебя. Его друг, который знал его с детства, он, конечно же, согласился и сказал, что хорошо, я тебе помогу. Он взял эти монеты и сохранял их у себя дома. Проходит время. Этот человек был уже пожилой. И вот здесь вот он умирает. Когда он умер, его сын пришел и похоронил его. Его сын был тоже очень бедным. Когда он похоронил и разобрал все, что было у его отца в доме, он поднимает матрас и нашел под этим матрасом золотые монеты. И вот у этого сына сразу же две мысли. Мой отец был настолько скупой всю свою жизнь. И посмотри, какое большое богатство у него есть под этим матрасом. С другой стороны, он подумал, а возможно, мой отец жил всю свою жизнь только для того, чтобы оставить мне наследство. Он, конечно же, обрадовался той находке, которую он нашел. У него не было дома, у него не было, может быть, еще чего-нибудь. И он покупает себе дом, начинает жить очень хорошо. И, конечно же, все люди, которые жили вокруг него, заметили, что он изменился. Он был вчера бедный, а сегодня он богатый. И они поняли, что тот человек получил наследство от своего отца. И ничего плохого в этом совершенно не было. Но на этом история не заканчивается. Тот богатый человек, который когда-то продал свой дом, он возвращается спустя многие-многие годы. И когда он возвращается туда, он ищет своего старого друга, которому он дал свои финансы. Он его не может найти. Ему говорят, он уже умер несколько лет назад. Но есть его сын, который живет вон там и там. И вот здесь вот этот человек приходит и стучится в дом этого сына, и объясняет, и говорит. Слушай, твой отец был моим лучшим другом. Я жил вместе с вами. И вот, когда мне пришлось уехать, я продал все свое имение и отдал твоему отцу золотые монеты на сохранение. И спрашивает, ты находил у своего отца золотые монеты? Он говорит, да, находил. Он говорит, так вот эти монеты, они принадлежат мне. И вот здесь вот этот сын стоит и думает, а как я знаю, что они принадлежат тебе? Он говорит, ну как, я отдал отцу твои монеты, чтобы он сохранил, поэтому, пожалуйста, верни мне их. И вот здесь эти два человека не знают, что дальше делать. Они обращаются к местному раввину, и местный раввин, когда услышал, или учитель, когда услышал эту проблему, он сам, может быть, не совсем знал, как точно поступить, и он задает вопрос вот этому сыну. И говорит, ты знал когда-нибудь, или говорил ли тебе отец, что эти деньги, это не его, а это этого человека? Говорит, нет, я никогда этого не знал. Он говорит, а ты можешь поклясться в том, что ты этого никогда не знал? Могу. И тогда он говорит, все, что ты нашел у своего отца, это должно остаться тебе. Тот богатый человек развернулся, был очень, как бы, обиженный, и ушел, можно сказать, ни с чем. Вопрос, который я задал сегодня утром. Какая была ошибка этого богатого человека? Что? Расписки не было. Он завещание сделать не мог, почему? Потому что это другое дело. Но у него не было расписки. Вы знаете, что очень интересно, когда услышал эту историю, то она для меня послужила благословением. Как часто бывает в жизни, когда мы что-то делаем, и у нас нету расписки. Но вот если бы у него была расписка, то у него было бы все правильно. Второй вопрос. А какая была ошибка того бедного человека, который умер? Он не оставил своему сыну завещание на то, что он имел, или, может быть, даже на то, что он не имел. И вы знаете, вот сегодня мне хочется совсем немножко поговорить именно об этом слове завещание. На английском языке это будет living well. Если задать вопрос сегодня, вы знаете, ну это может быть недуховная тема, но я вижу, что с этой недуховной темы выходят очень многие вопросы, которые потом очень сильно влияют на духовное состояние человека. Бог обращается к царю. 38 глава Исаия в первом стишке. В те дни Иезекий заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. И так мы видим, что сам Бог обращается к человеку и говорит, сделай завещание. Он говорит, сделай living well, сделай well, объясни, что твои дети должны сделать с твоим имуществом, которое будет с тобой. Опять же, это тема, о которой мы не хочем, может быть, говорить, потому что никто из нас не хочет умирать. Правда? И статистика говорит, что в Америке более 40%, которые умирают, не сделавшие завещание. И в то же самое время, как много есть проблем у детей, у которых осталось что-то, и потом они не знают, как это поделить. Я знаю реальные случаи, уже не будем говорить об этом мире, я знаю реальные случаи у верующих людей. И, возможно, вы тоже эти случаи некоторые знаете, что когда люди, вернее, отец, мать умерли, и вот здесь вот не оставили никакого завещания, и дети между собой, если раньше они были брат и сестра, родные, которые выросли в одном доме, но в конце концов они не смогли поделить то имение, которое родители им оставили. И они, не то что брат и сестры, а их отношения стали такими плохими, что они были готовы идти в суд для того, чтобы высудить то или иное от своего брата. Почему? Потому что ихний отец или ихняя мать, она не оставила четкое распоряжение, что, дети, когда меня не станет на этой земле, то половина имения идет тебе, другая половина тебе, или 30% идет тебе, а остальная часть идет тебе. И вот что очень интересно, что эти суды доходят до такого положения, что очень часто люди теряют полностью все, что ихнии родители хотели им дать. Чья причина? Чья проблема? И детей и родителей. Но в то же самое время, может быть, родителей даже немножко больше. Если мы посмотрим на Священное Писание, мы можем увидеть, как родные братья дрались за трон царя. Мы можем увидеть, как, может быть, дрались еще за что-то. И вот в нашей жизни это действительно важно. Но, опять же, я молодой, мне это не нужно. Вы знаете, что очень интересно? Однажды, я уже это говорил, повторюсь еще раз, мой отец подходит на похоронах к отцу Лене Хребтьевской. И когда он подходит, говорит, дядя Ваня, как дела? Он говорит, ничего, стою в очереди. Только не знаю, говорит, почему вот она, это была молодая сестра, которая была 25 лет, умерла, почему она ушла быстрее, чем я? Знаете, интересная мысль. Каждый из нас стоит в очереди. Вы со мной согласны? А кто из нас знает поочередность этой очереди? Никто не знает. А кто знает, что ты через год, через полгода, через 10 лет, через 30 лет или через 40 лет перейдешь из этой жизни в жизнь вечную? Никто не знает. Буквально месяц назад мы слышали, что были в Миннесути похороны. Сколько было человеку лет? 29. 28 или 29. Думал ли он умирать? Думаю, что нет. И вот поэтому мы видим о том, что независимо от того, сколько нам лет, все-таки это есть нечто то, что должно быть у каждого человека. И похоже, что у каждого христианина, потому что сам Бог говорит, сделай завещание. Но, знаете, можно сказать следующее. У меня нет миллионов, у меня нет больших денег, мне не за что переживать. Зачем мне делать это завещание? Оно мне совершенно не нужно. Ну, осталось там что-нибудь, пройдет время, дети сами поделят, и на этом все. Но мне хочется сказать, что это тоже неправильный подход. Даже если у тебя ничего нету, но у тебя есть твои дети, которые еще несовершеннолетние, тебе нужно обязательно сделать завещание. Почему? Эта мысль натолкнула меня в 2005 году. Я думаю, что те, кто прожили здесь немножко больше, возможно, вы слышали ту ситуацию, которая произошла здесь у нас в Портленде. Одна семья румынов, которая имела девять детей. Они сели в свой субурбан и поехали в Калифорнию. Когда они ехали на своей машине в Калифорнию, они попадают в атакастрофу. Они, возможно, ехали туда для того, чтобы встретиться с родными, с близкими, или там на посещение, что бы то ни было. Я уверен, что они не планировали умирать. Но когда они ехали туда, они попадают в аварию, ихняя машина переворачивается. Мама и папа умирают, и у них остается девять детей. Брат Николай подсказывает, чтобы некоторые из них погибли. Но те дети, которые остались и выжили, ихняя бабушка не смогла с ними сразу смотреть. По одной причине. У них не было завещания. Бабушке и дедушке пришлось идти в суд только для того, чтобы получить право на своих детей, чтобы могли смотреть и выращивать своих внуков. Дорогие друзья, никто из нас не планирует умирать. Но а если твоя очередь подошла, и у тебя остались дети, которым нету 18 лет, и что будет с твоими детями? Смогут ли твои родители сразу же без проблем забрать их, или кто-то с братьев, сестер, для того, чтобы смотреть за твоими детями, учить их, воспитывать их, приводить их в служение? Или, может быть, штат, в котором мы живем, возьмет это в свои руки и отдаст их в фостер-хом, для того, чтобы воспитывать этих детей? Потому что ты, как отец, не сделал указания, что и кто должен за них пиктись. Ты не назначил опекуна своим детям. Дорогие друзья, это очень серьезный вопрос. Почему? Потому что если вдруг это произойдет, то все мы в этой церкви будем поститься и молиться, чтобы Бог явил милость свою и вернул детей в семью. А теперь, представляете, если дети могут по какой-то причине достаться foster parents, которые неверующие, и которые ваших детей будут воспитывать не так, как бы вы этого хотели. Дорогие друзья, это другая часть этого же самого завещания, или на английском языке, как он называется, will, который я считаю, что очень важно сегодня, независимо от того, имеешь ты дом, имеешь ты машину, имеешь ты большие деньги на твоем банковском счету или нет, но если ты имеешь маленьких детей, то значит, это тебе уже нужно. Насколько проще было бы, если бы произошло такое горе, произошло такое, вы знаете, неожиданное в семье, и вот здесь вот твои родители, они просто смогли взять этого ребенка или детей и воспитывать дальше и вести. И они, я думаю, чтобы делали именно намного лучше, нежели этого делали бы foster parents. У меня была соседка, которая жила со мной очень долго, рядышком возле меня, я ее до сих пор хорошо знаю, у нее дети погибли в автокастострофе. И вот эта бабушка, она смотрела за своей внучкой, и этой внучке на сегодняшний день 19 лет. Она ходила вместе с моим сыном в школу. Она училась вместе, и она до сих пор, и вот буквально совсем недавно мне пришлось с ними общаться и видеть, и говорить. И вот эта внучка называет свою бабушку мамой, потому что с одного годика она ее выкормила, она ее вырастила, она ее научила, и она ей дала, скорее всего, то, что ее родители хотели бы дать. Но если бы она жила в другой семье или попала в другую семью, то, естественно, что она бы называла кого-то другого человека мамой. И, возможно, ее бы вырастила совсем в другой атмосфере и совсем в другом раскладе. И поэтому, дорогие друзья, я думаю, что это немаловажный вопрос нашей жизни. И каждый из нас, если мы этого еще не имеем, уходя отсюда, почитайте, поинтересуйтесь, и обязательно это сделайте вашей семье. Есть еще один интересный момент. Очень часто мы покупаем дома. И когда мы покупаем дома, мы, бывает, не можем быть вместе с женой на лоуне, потому что у кого-то кредитная история лучше, у кого-то кредитная история хуже. И вот если ты делаешь quitclaim deed, или не quitclaim deed, а когда ты ставишь этот дом только на мужа или только на жену, и жена или муж подписывается и говорит, что я ничего не имею к этой property, и в title стоит только один человек, то после того, как тот человек, на ком был взят этот займ, вдруг, если он умрет, то его жене или его мужу придется идти через суды, чтобы добиться права на свой личный дом. Если бы было завещание, если бы был living well в этой семье, то этих проблем совершенно бы не было. И это тоже очень важно. Опять же, если у вас займ взятый только на вас, на жену, или только у вас, на мужа, это есть нечто то, что вам нужно тоже подумать и иметь в своей жизни. Для чего? Для того, чтобы просто не иметь проблем в будущем. Есть очень интересная вещь еще, с которой мы столкнулись, и, наверное, больше столкнулись в этом году, как не раньше. В этом же завещании каждый из нас имеет право дать распоряжение своим детям, как дети хотят, чтобы они поступили с нами, если мы попадем в госпиталь, и мы попали на life support. Смотря за некоторыми людьми, которые подключены полностью, полностью, и вот машинки, вот эти вот, они дышат за человека, и очень часто человек переживает очень сильные, сильные мучения. В то же самое время многие из них не в состоянии сказать, хочу ли я жить так, или не хочу я жить так, или нет. Дети, которые попадают в такое состояние, они не могут отключить своего отца или свою мать по той причине, ну как я могу забрать жизнь у своего отца или у своей матери. Но я знаю многих людей, которые за много раньше были и говорили о том, что если вдруг я попаду в такую ситуацию, попали в аварию, в автокатастрофу, или сильно заболели, и меня положили на life support, и у меня нету никакой надежды для того, чтобы выжить и стать нормальным человеком, и вернуться, я не хочу, чтобы меня держали на этом суппорте. Вы знаете, если действительно вы так понимаете, и вы можете написать и сказать, дети, вот если я попаду в такую ситуацию, то этим самым вы можете просто-напросто убрать очень много, много, знаете, давления со своих детей. Опять же, кто-то может быть хочет, кто-то не хочет. Другими словами, завещание, о котором Бог говорил здесь, и living will, который есть вот здесь, вот в этой стране, где мы живем, это есть тот инструмент, который помогает вашим детям в жизни избегнуть многие проблемы, которые могут прийти в случае неожиданных ситуаций. Это есть то, что есть у тебя деньги или нету, есть у тебя дети, значит, оно тебе нужно. Может быть, ты еще не женатый, у тебя нет детей, но у тебя есть бизнес, с которым ты работаешь, и если вдруг с тобой что-то произошло, и там что-то у тебя осталось, и ты не хочешь, чтобы твои родственники и шли через суды, чтобы как-то что-то вернуть оттуда, просто напиши well, и тогда это обязательно будет уже в твоей семье. Братья и сестры, и опять же, именно этот инструмент помогает детям после смерти своих родителей не поругаться, помогает детям для того, чтобы не испортить отношения между собою. Представляете, может быть, произойти так, что в нормальной семье, когда было все хорошо, родители ушли, и потом дети начали ругаться только из-за чего-то материального, и в конце концов, ругаясь из-за этого материального, они могут даже потерять ту духовную или ту, знаете, надежду на спасение. Если вдруг у кого-то будут еще вопросы, если вдруг у кого-то будет желание услышать, может быть, а как правильно его написать, а что нужно там написать, а что не нужно там написать, или, может быть, несколько других деталей, я этим могу поделиться в следующую среду, если у вас интересно будет, можете приходить. Ну, а сейчас на этом мне хочется закончить. Наше время подошло к концу. Этот субботний день, он подошел к своему завершению, и, конечно же, мы сейчас будем молиться. Но перед тем, как мы будем молиться, если вы пришли сюда с особой нуждой, а, может быть, вы пришли сюда с особой благодарностью нашему Творцу, вы именно сейчас можете встать, заявить свою благодарственную молитву или заявить свою нужду, и мы все вместе будем молиться на этом месте.